всем привет друзья сегодня мы с вами начнем говорить про всемирную историю второй половины 20 века и начнем с второй мировой войны ну понятно что вторая мировая приходится не на вторую половину но так или иначе это очень важный процесс который стоит обсудить и именно с него мы и начнем и так почему вообще началась вторая мировая какие у нее были предпосылки давайте разбираться в первую очередь это кабальный версальский договор который завершил первую мировую так германия фактически оказалась очень униженном положении немцы чувствовали себя абсолютно униженными их обложили огромными репарациями то есть теми деньгами которые они должны немцы были выплатить всем остальным странам которые участвовали против них в первой мировой естественно такое положение дел не устраивало немцев тем более что в германии очень многие посчитали что вообще это очень несправедливо и в первой мировой войне вы как бы не проиграли а нас кинули предатели мы не потерпели поражение на фронте а изнутри нас развалили то есть как бы действительно в том смысле что если вы не знаете то в первую мировую войну ни один солдат там британии франции ну кого угодно он не ступил на территорию германии германии просто произошла революция и новое правительство буквально вышло из войны в которой положение германии было катастрофически тем не менее немцы вот копили ненависть к остальным считали что их амбиции не удовлетворены поэтому конечно у них возникло очень такое жесткое желание отомстить также стоит сказать что гитлер который пришел к власти в германии в 1933 году сразу начал проводить очень агрессивную внешнюю политику он очень хорошо укреплял немецкие вооруженные силы потом перешел к непосредственно внешне политической агрессии то есть он совершил аншлюз австрии грубо говоря подчинил австрию германии и воссоединил ее с германией затем присоединил судебскую область у чехословакии и короче говоря стремился идти дальше и дальше стоит сказать что западные страны прежде всего франция и великобритания вместо противодействия агрессору выбрали политику умиротворения как бы знаете пойти на уступки здесь пойти на уступки там вот тут вот договориться тут договориться узнать так по чуть-чуть и тогда может быть успокоиться но правда заключается в том что нельзя договариваться с агрессором он никогда не насытится и поэтому на любую агрессию нужно отвечать силой и только силы в общем в этом была конечно ошибка западных стран в те годы почему вообще начался конфликт значит изначально гитлер вообще не планировал никакой там реально мировой войны то есть он думал что сейчас будет небольшая операция против польши чем была фишка после первой мировой войны германия фактически оказалась разделена вот смотрите просто германия и вот восточная пруссия то есть фактически германия оказалась знаете не единым целым германии было две по сути дела то есть вот была одна территория германии 2 территории германии а между ними была другая территория ну как например сейчас калининград вы знаете калининград это россия да но калининград окружен со всех сторон другими странами и а балтийским море вот соответственно в германии была похожая ситуация и гитлер решил что вообще нужно ликвидировать так называемый данцикский коридор данцикский коридор то что вы видите желтым здесь да то есть это то что мешало германии быть единой страны и в общем таким образом надавить на польшу значит он говорил о том что вообще ситуация несправедлива и германский народ разделен ну естественно в перспективе он мечтал о мировом господстве арийской расы до к которой он относил немцы в итоге как вы понимаете операции против польши не получилось и вскоре началась мировая война 1 сентября 39 года была оформлена провокация на польской границе была захвачена радиостанция в главе цепь и после этого началась война с польшей за которую вступились западные страны прежде всего франция и великобритания все это в итоге переросло в общий мировой конфликт что касается периодизации второй мировой войны то ее начальным этапом считается сентябрь 1939 июнь 1941 это противостояние англо-французского и германо-итальянского блоков в европе тогда война была еще локальной и была локализована в европе стоит сказать что некоторое время ее даже называли странной войной потому что никаких прям реально активных военных действий не шло следующий этап начинается с нападением германии на ссср в июне 1941 и идет до ноября 1942 соответственно до начала наступления советских сил под сталинградом на этот период приходится формирование антигитлеровской коалиции вступление в войну соединенных штатов в декабре 1941 года следующее это коренной перелом на восточном фронте но это вы без меня знаете да контр наступление под сталинградом потом знаменитая курская битва и затем битва за днепр также к этому коренному перелому в второй мировой войне относится высадка англо-американского десанта в северной африке и сицилии что касается последнего этапа это завершение второй мировой войны он считает отсчитывается с июня 44 с операции оверлорд то есть с высадки союзников в нормандии и завершается в сентябре 1945 с капитуляции милитаристской японии считается что завершение второй мировой войны произошло 2 сентября 1945 года вот теперь что касается основных моментов которые нужно знать про вторую мировую это союзники ссср те кто в основном воевал это известные вам люди монгомери самый знаменитый британский командующий эйзенхауэр главнокомандующий экспедиционными силами сша в европе и шарль де голь который возглавлял сражающиеся францию то есть непосредственно французских партизан которые боролись против гитлера что касается основных событий и процессов в второй мировой войне которые происходили в европе и северной африке то нужно запомнить следующее битва за атлантику это очень длительное противостояние британских военно-морских сил с немцами до этой подводные лодки и корабли вообще много сражений которые шли на постоянной основе не завершились в итоге победой британцев еще одно важное сражение это битва за британию дело в том что в 1940 году гитлер решил такие захватить британию были совершены огромные налеты авиации на лондон на другие города великобритании и конечно это была очень сложная битва и завершилась она победой британии гитлер а был разгромлен конкретно в небе над лондоном то есть вывести из войны британии у него не получилось далее это октябрь ноябрь 42-го битва у эль аламейна дело в том что немцы действовали в северной африке в египте и пытались захватить суэцкий канал поскольку он был очень важный связывающий артерия фактически суэцкий канал связывал индийский океан и средиземное море в общем эти события прежде всего известные благодаря противостоянию британского командующего монгомери с его немецким противником лисом пустыни как его называли роммелем завершилась битва у эль аламейна и в целом вся компания в северной африке победой британцев лето 1943 года высадка в сицилии это италия победа союзников то есть начинаются действия в европе активные далее июнь 44 пожалуй самое известное событие операция оверлорд знаменитая высадка союзников нормандии очень крупное сражение да очень много было кораблей десанта вообще всего был открыт второй фронт в европе далее орденская операция 45-й год это уже знаете так скажем конец вооруженного противостояния в европе гитлер пытался переломить ход войны в свою пользу ничего у него не вышло вот если говорить про карту то здесь вам друзья нужно запомнить следующие основные моменты то есть как бы у вас на егэ если что такую прям карту второй мировой войны спрашивать не будут но вы должны понимать да что ну например вот здесь вот в египте это эля ламейн да что вот это вот сицилия то есть ну вот такие вот основные на моменты которые нужно выучить пожалуйста их запомните до лондон там битва за британию то есть это просто чтобы вы понимали что где происходило что примерно плюс-минус где находилась я не говорю что у вас это будет спрашивать а также здесь очень красиво и понятно изображен восточный фронт да вы видите сколько территорий советского союза была захвачена и как потом ссср смог отбиться и а начать успешное наступление которое в итоге завершилось взятием берлина в 1945 году сегодня мы сами выяснили почему гитлер развязал войну как закончилась битва за британию кто командовал британскими войсками при эль-аламейне в следующий раз мы поговорим про действия уже сша в войне на тихом океане против японии там будет тоже много всего интересного а я с вами прощаюсь всем удачи и пока пока друзья